Печенье, безе и другие сладости подготовили ученики школы номер 161 для персонала скорой помощи автозаводского района. Акция «Маленькие радости» для врачей проходит уже не в первый раз от волонтерского штаба «Мы вместе» при поддержке Общероссийского народного фронта. Такие акции, мне кажется, они очень важны для нашего общества, в принципе, потому что они очень сполочают людей, особенно в наше достаточно трудное время. Мамина двоюродная сестра работает на скорой помощи, она нам рассказывала, что очень тяжело, очень много вызовов. Все классы участвовали в данной акции. Самыми активными были ученики из 10-го, 7-го и 1-го Д-классов. В акции «Маленькие радости» для врачей также приняли участие студенты Губернского колледжа, причем девочки приготовили их своими руками. Мы принесли и булки, и ватрушки, и кроссаны, и пиццу, синабон. Большинством пекли сами, включая меня, вот вчера весь вечер с подругой занялись этим. На подстанции скорой помощи автозаводского района работают 75 медицинских работников и 60 водителей. Таким приятным и неожиданным сюрпризом очень рады. Когда идет напряженная борьба, напряженная работа, тебе кажется, что ты один. И когда ты чувствуешь поддержку третьих лиц, населения, заинтересованных людей, это помогает в работе, мобилизует. А еще ребята собрали несколько десятков килограммов продуктов питания длительного хранения. Их в рамках акции «Единство ради добра» волонтеры Общероссийского народного фронта доставят в Центр социальной защиты, а затем распределят между нуждающимися семьями. Помимо вот таких адресных выездов с подарками и различных акций, было выполнено порядка 180 тысяч актов помощи. То есть это и пожилым людям, и многодетным семьям, и тем же добровольцам, которые болели ковидом, и медицинскому персоналу. Такие акции от волонтеров будут продолжаться и дальше. Пандемия, время объединения и взаимной помощи. Служба информации Ольга Абрамова, Ренат Бигбаев.